Всем привет! Меня зовут Динара Кексина, и это второй выпуск нашего блога Inside Red Paper Events. И в этой серии вы увидите большой материал в подготовке нашего мероприятия для торгового центра Европа, наш осенний показ. Покажем вам чуть-чуть больше рабочих процессов, потому что, судя по вашей обратной связи, это действительно вам интересно. Еще я возьму вас с собой на свою танцевальную тренировку, познакомлюсь с тренером, покажу маленький-маленький кусочек примерки своего костюма и расскажу про еще один проект, который нежданно-негаданно свалился на мою голову. Это китайский ресторан Дружба и что мы будем с ним делать. Так что, надеюсь, будет не скучно. Посмотрим! У нас сегодня встреча с одним из наших любимых клиентов в торговом и деловой центре Европа, с которым мы работаем уже почти лет, наверное, 6 или 7. И сейчас мы готовим осенний-зимний показ новых коллекций. Обсуждаем идеи, обсуждаем сметы. У нас очень классная концепция, очень мне нравится декораторское решение, мне нравится решение по показу. Мы сейчас встречаемся с клиентом, обсуждаем последние моменты, уже более детально уходим в проработку, согласовываем смету и начинаем фигачить мероприятие. Наш клиент Маша, которая сама только что придумала, как она хочет, чтобы выглядел ее пригласительный. И мне кажется, это очень круто, когда клиент погружается в проект настолько, что сам генерирует идеи и не боится их высказать. Потому что зачастую клиенты боятся что-то сказать, боятся показать свой креатив и думают, что мы их засмеем или еще что-то. В этом плане с Машей нам работать очень просто, потому что мы вместе можем что-то придумать или Маша может дать, например, какой-то импульс, чего бы ей хотелось, а мы это, например, уже как-то подкручиваем, добавляем каких-то деталей и получается совместная классная концепция. Я за то, чтобы предоставить клиенту выбор. Стараемся мы делать две идеи, такие прямо в бриф и одну идею out of the box, то есть идея, которая какая-то сумасшедшая или на грани фола, или на грани с юмором или еще что-то. То есть та идея, которая, в принципе, не то, что клиент от нас ждет, но которая тоже может его зацепить. А вы знаете, где вы сегодня вместе со мной? На моей тренировке по бальным танцам в мою жизнь они ворвались стремительно, внезапно. Спасибо за это Юлия Погребинская, которая позвала меня участвовать в проект. Мы с вами в Gala Dance. Это школа танца. К дню рождения клуба приурочен проект, где более-менее знаменитые девушки соревнуются друг с другом. Два месяца мы тренируемся, учимся и потом на гала-вечере выступаем. Пока я себя чувствую корягой немножечко, но я надеюсь, что за два месяца ситуация изменится. Это Женя. Вот там вот прячется. Женя мой тренер. Пойдем с Женей поговорим. Он стесняется, сидит. Привет. Привет. Ты стесняешься? Да не ты. Я вообще-то с этим Женей хотела. Говорю, ну ладно. Жень, расскажи, как ты дошел до жизни такой. Именно до какой? Что вот со всякими корягами, типа меня, приходится заниматься. А правда говорить или нет? Да, скажи, что тебя заставляют. Нет, на самом деле не заставляют. Танцы – это один из способов, где мы можем не только образовывать себя, но и помочь другим людям чувствовать себя именно на площадке комфортно. А теперь и правда тебе на самом деле заставили, да? У меня дети. Мне нужно кормить два и живенца и кот. И это меня заставляет спортировать. Вот она вся правда про бальные танцы. Не так-то не бальные танцы танцуют. Кребеный. Вот. Кребеный. 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 Хорошо. А зеркалом не можем заменить? Зеркало – это дешевле? Ну вот зеркальная такая штука получится где-то 5 тысяч. Два на метр такая коробка получится где-то 5 тысяч на штуку примерно. Можем миксовать такую и такую. Ну, мне кажется, или тогда весь концепт оставлять вот в этой джокере, или застраивать его прямо не на что-то. Крупа тонкая, джокерная, металлическая. Нет, нет. А если не джокерная? У меня в голове пока это очень страшно. Дай мне минимум второе. Нет. Ну вот смотри. Я поняла, что ты хочешь сделать. Вот смотри, вот кубик. Вот это вот тебе кубик. Да. Вот. Вот такой кубик будет, у него будут все грани собраны. Ну, а зеркало где? Зеркало посередине установлено. Как? По диагонали? Оно будет крепиться здесь и здесь? Нет, оно будет крепиться здесь еще одна просто перекладина будет, и оно будет вставляться внутрь, вот здесь стоять будет. А ты хочешь середину зала вот эту вот штуку подставить? Да, почему смажные по краям поставить? Она немного места занимает. Да, у нас же так узенько. Если мы не займем в чем-то место, то у нас вообще ничего не будет. Что здесь надо пасить? Сейчас придумать. Слушай, по-честному, вместе гоняли к каким-то мужикам, к нафтам. С набором. Антоха, сюда можешь зеркала как-то писать? Мы ее можем обмотать фольгой те элементы, которые будут видны. А сюда как-то вставить зеркала, чтобы они лежат. Не обязательно везде, где-то может... Мы это внутри не поделим, мы не сделаем это интересно. Будет очень просто, будет плоско так, и будут просто стены закрыты. У тебя еще вот эти две конструкции? Эти две конструкции ты видишь их размер. Ну и что? И ты видишь размер почвы, правильно? Ну что, два расставки ты не делали, понял? У тебя, вот смотри, ты ставишь одну здесь, одну там, все. И все-таки меня уговорили показать чуть-чуть примерочки нашего костюма. Это Алла. Алла наш просто суперпроводник в мир танца, потому что благодаря Алле все мы классно выглядим на паркете. Да, Алла? Да. И это прям, посмотрите, в какой красоте мы находимся. Здесь куча классных платьев, красивых костюмов, но мне мы шьем кое-что особенное. Расскажем чуть-чуть, что мы мне шьем? Ну, чуть-чуть, совсем маленькую капельку. Мы шьем интересный такой образ, он будет у нас. Первый или второй? Шоу. Шоу, да? Шоу, это вообще что-то такое. Было, значит, сначала задумана одна идея, на примерках она вылилась в другую. В общем, это прямо огонь, секс-огонь, как я это называю. Очень коротко, очень ярко, ну и чуть-чуть платье мы вам все же покажем. Наверное, мы второе сейчас покажем, наоборот, первое мы покажем, а второе показывать не будем. Креп. Погнали. Все, наверное, уже в курсе, что помимо агентства и помимо проекта Мама может. Я теперь занимаюсь китайским рестораном «Дружба», и занимаюсь я им не одна. У меня есть прекрасный Виктор Катаев, прошу любить и жаловать. Теперь Витя может. Витя может, да-да-да. И мы вместе сейчас будем прокачивать китайские вечера, эту китайскую концепцию здесь у нас в «Дружбе». У нас очень красиво. Я вам хотела показать немножко рабочего процесса. Сейчас чуть-чуть Витю помучу, Витя, скажи мне. После Таиланда, Китай, это как вообще? Как тебя сюда занесло-то, но ко мне в ресторан? Ко мне в ресторан! Так, поэтому и занесло, чтобы далеко не уходить от пан-азиатской, азиатской темы. А мне, смотрите, Витя подарочек привез из Таиланда. Нам в момент уже написали, что мы сошлись, вот он мне уже подарки дарит. Что ты мне привез? Маленько, конечно же. Видели, да? Видели. Вот так вот. Пойдемте покажем чуть-чуть рабочего процесса. Это съемка нового меню. Совсем скоро в ресторане новое меню, новая концепция. Будет куча всего детского. Витя жует, уже пробует. Это Настя, управляющая ресторана. Все вопросы, если что, вот сюда. О, это, кстати, мои, это мои цветы, мне их вчера повесили. Видите, мне капусту дарят. Почему я не дарю капусту? Витя, это ты мне капусту подарил? Ты видел, реально же капуста. Что здесь? Здесь бар небольшой и открытая кухня, и второй зал. А еще у нас работают чайные мастера. Смотрите, какие красивые чайные мастерицы у нас работают. Вот, и здесь второй зал, тоже гости. Сейчас обед, не будем отвлекать. Ну, вот как-то так. Приходите к нам в гости, в дружбу. У нас сегодня ночь монтажа перед мероприятием. Перед мироу-шоу для торгового центра Европа. Сейчас идет монтаж декораций. Сейчас скоро начнется репетиция самого шоу, проходки моделей. Будем смотреть свет, звук, как это все будет выглядеть, складывается в одну картинку. И после прогона будет генеральная репетиция. Генеральным мы от начала и до конца всю драматургию мероприятия, начиная с зоны велкома, заканчивая всем показом. И зачастую на такие генпрогоны мы приглашаем, например, там, либо больше людей со стороны клиента, либо агентства, либо друзей, каких-то близких людей, чтобы с незамыленным взглядом нам могли сказать, где что можно подкорректировать, где что можно добавить, убавить в хорошие и плохие стороны. Поэтому генпрогоны – это вообще очень важно. Их всего четыре. Все остальные на Ленинграде. Я вместо них, в первую очередь, взял новый выпуск. Нет. Я думал, просто внизу, под руки, головами, прямо лучше клинешь. А четыре какой длины? Большие и маленькие? Жек, какой длины? Один, наверное, на метро. А, пошла, вернулась, осталась на ходу меры. Быстрее, сколько у нее времени перезвонить. Есть секунды, наверное? Ты будешь у нас первая во второй колонне. Вот там вот вторая колонна. Ты самая первая. Катя, 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 Катя. Ты третья, там где Наташа. Миллиарды тонн фольги – это, конечно, впечатляет, безусловно. Мне нравится, что это не похоже на повседневность, что мы вышли из такой суровой осени уральской, погрузились сюда и сразу такой другой мир, мир моды, мир красоты. Очень здорово. Какие эмоции мужчина может испытывать, когда видит столько блеска вокруг себя? Это было вау. Ребята хотели донести историю про то, что есть какая-то тема с отражением и так далее. Естественно, было понятно изначально, что будут использованы какие-то блестящие поверхности. И, в общем-то, стилизация довольно понятная, но эффектная. Мне понравилось. Короче, как все было. Я смотрю, когда декорации собирают, понимаю, что все будет в зеркалах, в фольге. Это же мой любимый художник Энди Уорхелл, серебряная фабрика, все. Я богема, я в образе богемы, которая пришла на показ. Мне очень понравилось, что есть много цветов, которые я сама люблю, но многие модные блогеры отрицают. Это монохром, черное, серебро и серый цвет. Лично мне это по душе, поэтому мне понравилось. Я считаю, что вообще каждый раз показы Европы для города это определенного рода события. И, во-первых, здесь собирается хорошая публика, во-вторых, каждый раз они пытаются удивить нас чем-то и им это удается. Все это мероприятие прошло просто как по нотам. От и до все было великолепно. Обычно я самый придирчивый зритель, потом моя команда получает очень много всяких комментариев. В этот раз мне даже придраться не к чему, потому что мне реально все очень сильно понравилось. И вообще вот это чувство эйфории, которое наступает после твоих мероприятий, это как наркотик, на который ты подсаживаешься. Тебе хочется больше и больше. Ты видишь отклик от людей, ты видишь их эмоции, ты понимаешь, что это все не зря, и это действительно круто, правильно, и я прямо счастлива. Я снимаю. А я танцую. Ты снимаешь, а я танцую. Все было круто. Ура, я рада. Можно я тебя чуть-чуть помучаю? Я что? Расскажешь, понравилось тебе наше мероприятие? Уже. Вот так вот, только надо и работаем. Я хожу ко всем, пристаю со своим маленьким микрофончиком незаметным. Незаметным Василием. Понравилось тебе? Да, мне понравилось. Сегодня очень круто было. Народа очень много, публика достойная. И отражение, концепт. Я читала бриллианты. Ну ладно. Прикинь. Прям бриллианты? Прикиньте, Марина, это у нас... А где бриллианты? Вон, смотри, трубина. Трубина. Да. Не подстава, если что. Не подстава. Молодец, поздравляю тебя. Я вам говорю, ну что вы сидите жрать? Они говорят, а где бриллианты сейчас разыграют? Ну, видишь, ты удачливая женщина у меня. Молодец. Ты круто. Да, все, мы пойдем. Да, говорим, хорошо. А это Маша. И благодаря Маше все наши самые безумные идеи могут воплощаться в жизнь. Маша самый наш смелый и самый амбициозный клиент. И за это я хочу Маше публично сказать спасибо. Да. Понравилось тебе? Знаешь что, у меня сегодня прям мурашки побежали. Я, если серьезно говорю, я сегодня счастлива. Я прям счастлива. Мне очень все понравилось. Вот. Я тебе очень благодарна, потому что, блин, получилось даже лучше, чем я себе представляла. Было круто. Это мое теперь любимое мероприятие. Она не репетировала, если что. За 9 лет это мое самое любимое мероприятие. Вот правда, клянусь тебе. Я очень рада. Спасибо большое. Спасибо. Сделали от души. Класс. Класс. Благодарю вас. Ура! Вот мы и записали второй выпуск. И мне кажется, он получился тоже классным. Но в любом случае, пишите свою обратную связь. Я все читаю. Мне все интересно. Мне все нравится. И если мне нравится, значит мы будем продолжать еще.